Привет друзья! Прошу прощения за мой такой внешний вид, просто у нас еще не включили отопление и дома весьма свежо. Поэтому я посижу сегодня перед вами в таком вот спайдерменовском пледике. Продолжаю серию своих видео, в которых делюсь о том, где, как и зачем купил себе очередные кроссовки в свою коллекцию. Для меня стало удивлением-откровением, что подобное видео заходит вам больше, если судить по количестве просмотров, чем видео с тестами и обзорами кроссовок. Это при том, что на подобные ролики я трачу минимум усилий в сравнении с любым тестовым видео. Потому что для теста необходимо отбегать минимум 6 тренировок, снять кучу материала, а потом все это обработать и смонтировать. Ну ладно, не будем о грустном, но перед тем как перейти к основной теме данного видоса, проведу небольшую рекламу нашей группы в контакте. Если вы хотите быть в курсе последних кроссовочных новостей, то подписывайтесь. Ссылочка традиционно вот здесь во всплывашке и в подписи к видео. Ну что ж, сегодня я покажу вам две пары. Я считаю, что обе пары очень интересные, даже сказал бы крайне интересные. Если вы уже какое-то время смотрите мои видосы, а если нет, то я вам сейчас вкратце поведаю. Я коллекционирую две линейки кроссовок. Это номерные Джорданы и серия Way of Wade от компании Lening. И чтобы собрать все номерные жорики, мне осталось всего лишь две пары. Это девятнадцатые и недавно вышедшие тридцать пятые. Но вейдовская линейка от компании Lening достаточно коротенькая еще. Из нее у меня тоже почти есть все шузы, кроме шестой модели. Ну и в связи с этим, какое-то время назад, в принципе достаточно продолжительное время, мне в голову стала закрадываться мысль, а что же дальше? И кстати такой же вопрос иногда возникает в комментариях. Понятно, что дальше останется раз в год приобретать новинку от Leningo и Jordan Brand. Но согласитесь, повернутому сникрохеда на кроссовках будет сложно совершать всего лишь две покупки, кроссовочные покупки в год. Ну и как бы хотелось поставить какую-то новую цель, может быть наметить. И в связи с этим я стал думать о том, какие бы еще линейки мне хотелось бы собрать. С одной стороны, мне всегда нравился Allen Iverson. И в его номерных отрибок есть достаточно классная модель. Например, лично у меня была восьмая и десятая его модель. И до сих пор есть классические вопросники. Но большая часть кроссовок его линейки получилась достаточно посредственной, да и достать их сейчас сложно. Ну а Рибок не горит желанием перевыпускать, кроме пары моделей. Современные линейки Кари Ирвинга, Пола Джорджа и Дюранта от Nike мне не очень нравятся и впечатляют. Кари и Пиджи это достаточно бюджетные линейки и в технологическом плане там редко бывает что-либо интересное. В Дюрантах проскакивают интересные шузы. Особенно последние модели линейки достаточно классные и интересные и играбельные. Но тоже душа не очень лежит. Потому что хочется собирать линейку того баскетболиста, который тебе нравится и симпатичен. И чья игра тебя вдохновляет. Есть еще Леброн Джеймс. И кто бы что не говорил, но его кроссовки классные. Мне нравится их дизайн. Мне нравится их цена. Но их уже 17 штук. И выходить они еще будут, я уверен, очень долго. И начинать собирать такую объемную и дорогую серию, ну как-то я пока не готов. И как мне кажется, логичным решением для меня стало решение собирать линейку от Коби Брайанта. Причем это решение пришло задолго до трагической гибели атлета. Просто всегда мне нравились кроссовки его серии. Но почему-то так получилось, что ни одну из них я так и не пробовал. Плюс серия более-менее короткая. Всего лишь 11 моделей. А различные AD я в расчет не беру. Они мне не очень нравятся. И я решил сконцентрироваться исключительно на номерных. Но теперь после трагедии достать любую номерную модель Коби Брайанта за адекватный прайс стало просто невыполнимой миссией. Время от времени я конечно мониторю eBay, Stoxx, Goat и прочие площадки. Но дешевле 200 долларов попадаются только был кроссовки. Причем в ужаснейшем состоянии. Такое ощущение, что у людей они лежали где-то на чердаках, в подвалах, догнивали, просто разлагались. Тут Коби Брайант погиб. Люди решили срубить немножечко бабла и выложили просто дырявые с протертыми подошвами кроссовки за 100-150 долларов. Но это оставим на их совести. Есть у меня один кентафурик, который живет в Москве и который собирает номерные Кобики. Он тоже постоянно просматривает все площадки и если что-то интересное попадается в моем размере, то он мне скидывает. И вот недавно он пишет, что его знакомый из молодежки одного столичного клуба продает Коби 4 Протро за весьма интересный прайс. При этом кроссовки почти в состоянии новых. Этот парень одел их один раз на тренировку, они ему не понравились и он решил их продать. И ценник за эти кроссовки был весьма приятный. Если не ошибаюсь, то я отдал порядка 6 тысяч рублей, учитывая, что ритейл прайса их составил порядка 15 тысяч. Так что можно сказать, что начало коллекционирования линейки Коби положено. Эти четверки в очень классной и, можно сказать, классической для линейки Коби расцветкой Draft Day, которая мне очень нравится. Кстати, для многих очень простенький вопрос, почему расцветка Draft Day представлена не в оранжево-желтых тонах. И еще один вопрос, интересно ли будет вам видео с тестом четвертых Протро. Так как в этой паре я уже успел не только погулять и походить как в лайфстайл кроссовках, но и даже поиграть в баскетбол. Так что мнение об этих кроссовках у меня уже сложилось и я могу, если вам интересно, поделиться им с вами. И перед тем, как перейти к следующей паре, у меня есть небольшая просьбочка для вас. Ранее я уже вас спросил, что если где-либо вы наткнетесь на Lining Way of Weight 6 в 12 размере, то сообщите, пожалуйста, об этом мне. И теперь к этой просьбе добавляется еще одна. Если вы где-то наткнетесь на номерные кобики с адекватным прайсом в 12 размере, то тоже, пожалуйста, напишите мне в любой из социалок либо в комментариях к видосу. Ну что ж, кабины я откладываю пока сюда и перехожу к следующей паре, посылку которой я недавно выкладывал в инсте. Кстати, если вам нравятся различные, более-менее симпатичные, интересные фоточки кроссовок на ногах и просто кроссовок, то подписывайтесь на мою инсту. Там чуть-чуть меня и в основном очень много кроссовок. Ну и, конечно же, из моей коллекции. Итак, достаю следующую коробку. Она вот такая вот беленькая. Кстати, на удивление очень легкая. Когда я сегодня в сдеке забрал эту посылку, то удивился, насколько она легкая по сравнению с другими посылками, аналогичными с коробкой кроссовок. Может, конечно, бренд решил задуматься об экологии и перешел на какой-то сверхлегкий, тонкий переработанный картон, не знаю. Ну что ж, не буду вас томить. Покажу боковинку. Это Jordan Brand. Как я говорил буквально несколько минут назад, у меня остались в коллекции номерных 19 и 35. Ну и, конечно же, я не мог ждать год попадания 35-х в дисконте и заказал их сразу на старте продаж. Вот сверху на коробке довольно и таки интересно сделана цифра 35 римскими цифрами. То есть здесь три икса и пятерочка галочка выделена красным цветом. Помимо этого коробка достаточно интересно открывается. Здесь отщелкивается и вот так вот открывается одна крышка и другая. Распахивая нам метро. Ну и здесь у нас такие вот 35-е ажорики. Это самая первая расцветка из тех, которые были анонсированы на старте продаж. И как в случае с 33-ми и 34-ми я не стал ждать остальные расцветки, а заказал самую первую. Честно говоря, если стартовая расцветка 34-х мне прям очень понравилась, то данный Colorway зашел так себе. Но такое мнение у меня было до того, как я взял их в руки, а смотрел просто на картиночках. Когда я смотрел фотографии этих кроссовок и учитывая то, что я очень люблю яркие и сочные расцветки или вырви глаз расцветки, то в контексте данных кроссовок мне казалось, что был сделан какой-то перебор по цветам и по их сочетанию. Как было сказано в пресс-релизе данного Colorway, дизайнеры Jordan Brand в этой самой первой стартовой расцветке решили просто выделить каждый элемент кроссовок своим цветом, чтобы можно было нагляднее показать и рассмотреть различные детали, которых здесь достаточно много. Наверное, если исключить черный цвет, то все остальные цвета действительно не повторяются на шузах. Но честно говоря, из тех расцветок, которые запланированы на ближайшие два месяца, мне более-менее понравилась расцветка Bread и Warrior. Ну это такие классические расцветки с черно-красным сочетанием цветов. Но во-первых, не сказать, что они мне намного больше понравились, чем эта расцветка, а выходят они намного позже. Ну как бы душа уже не могла ждать и хотелось побыстрее заполучить себе 35-е. Поэтому как только подвернулась возможность их заказать, я это сделал. Знаете, вот так вот просто держа эти кроссовки в руках, отмечу сразу два момента. Первое, это качество сборки просто великолепное. Эти кроссовки я уже, наверное, полчаса верчу, меряю и так далее. И еще не нашел вообще какого-либо моментика торчащей ниточки, капельки клея, к чему можно придраться. Шузы очень аккуратно собраны, срезы кожи и замши идеальные, шовчики ровные. Даже внутрянка кроссовок аккуратно и красиво выполнена. Ну и согласитесь, такое качество не может не радовать. И еще один момент, если вот просто глядя на эти кроссовки, то можно сказать, что выполнена капитальная работа над ошибками относительно 34-х Джорданов. Многие из вас в нашей группе ВКонтакте, когда мы публиковали новости о 35-х, говорили, что силуэт и вообще сама модель очень сильно похожи на 34-е. И отчасти это так, но сейчас, когда я подержал в руках сразу и 34-е и 35-е, сходство, конечно, есть, но не прямо один в один. Но сразу бросается в глаза мне, как владельцу 34-х, которых я год отбегал, все проблемные места или места, которые вызывали вопросы в 34-х, здесь полностью исправлены. Это тоже не может не радовать. А еще сейчас я заканчиваю это видео, собираюсь и еду на тренировку и сразу же начну тестировать 35-е. И специально всю прошлую неделю я бегал в 34-х, чтобы возобновить воспоминания об этих кроссовках на ногах и чтобы более плотненько сравнить их с новинкой. Потому что, если вы смотрели мое годовавое видео про 34-е, там я назвал их самыми лучшими и идеальными баскетбольными кроссовками, которые когда-либо выходили. Ну и теперь, конечно же, очень интересно, смогут ли 35-е перепрыгнуть в задранную планку, ну и вообще, что они из себя представляют. Так что, если никакой форс-мажор не вмешается в мои планы, то ждите скоро видео с первыми впечатлениями от 35-ых, но полноценный тест будет, конечно же, попозже. Как я говорил сегодня ранее, для полноценного теста мне нужно отбегать минимум 6 тренировок или игр, снять кучу материала, написать сценарий, потом все это обработать, смонтировать и срендерить. И все в совокупности занимает достаточно много времени. Но пока я буду тестировать 35-е, то после видоса с первыми впечатлениями я планирую выпустить о том, как 34-е показали себя за год эксплуатации. Вы просили меня об этом в комментариях, так как 35-е вышли, значит 34-е скоро должны попасть в дисконты и будет возможность приобрести эти крутые шузы не за 15 косарей, а за более вменяемый ценник. И на этой ноте с планами о будущем я с вами прощаюсь. Сноча-буча!